Форматирование строк в языке программирования Python Если вы запрашиваете восстановление пароля, вам приходит на почту письмо с шаблонным текстом, в котором говорится, типа, здравствуйте, такое-то, такое-то, вы запросили восстановление пароля, такого-то числа, вот ваш новый пароль, такое-то, такое-то, если вы не получали это сообщение, то есть не запрашивали восстановление, тогда проигнорируйте письмо То есть вот такой вот шаблон обычно приходит. И такие сообщения именно выстраиваются в языках программирования при помощи техники форматирования строк. Сейчас мы с вами об этом поговорим в питоне. Представьте, что вам нужно вывести, допустим, сообщение, которое будет содержать вот такой текст. Привет, имя какой-нибудь человека, допустим, привет, Александр, тебе уже число лет. Допустим, вот так. Допустим, привет, Александр, тебе уже 20 лет, допустим. И вместо, соответственно, имени и числа вы должны вставить реальные данные, однако эта строка будет являться шаблоном для итогового сообщения. Как это можно реализовать? Первое, что приходит в голову, это использовать конкатенацию. Давайте попробуем сделать эту задачу с помощью конкатенации. У нас получится что-то типа вот такого. То есть идет у нас переменная name и переменная age, держащая, соответственно, имя и возраст. Дальше с помощью конкатенации вводится сообщение. Привет, привет, имя, тебе уже столько-то лет. Так, точнее, 21 год. Давайте запустим программу, получаем наше сообщение. Однако, как вы могли уже заметить, с помощью конкатенации выглядит код достаточно несуразно и некрасиво. Плюс ко всему это сообщение состоит всего из двух строк. Обычно такие сообщения формируются, то есть формирование строк используется для сообщений, содержащих 20, 30 или даже больше строк. Такое нередко случается. Вот тогда уже конкатенации это все будет просто адски выглядеть, особенно если вам где-то что-то придется подправить. Я думаю, вы и сами понимаете, как это будет выглядеть. Допустим, попробуйте составить какой-нибудь шаблон текста, в котором данные будут в некоторых местах динамично заменяться, и пусть этот шаблон будет очень большим. Допустим, 10-15 строк. Вот, и попробуйте там использовать как можно больше динамичных разных переменных. И все это сканкатенировать, это будет достаточно ужасно выглядеть. И поэтому на самом деле применяется техника форматирования строк. И чтобы сформатировать строку, то есть составить ее более удобным образом, в Python есть два, скажем так, метода. Первый – это использование оператора процент, и второй метод – это использование метода формат. Вот я сейчас пишу. При этом переменные name и age я пока оставил, не убираю, пусть они будут, мы будем их использовать. И, собственно говоря, давайте поговорим о первом варианте, об использовании знака процента. О нем мы поговорим совсем немного, более детально и более красиво. Все это работает с методом формат, поэтому о нем мы будем позже гораздо больше говорить, нежели о проценте. Итак, вы можете сделать следующее. Я, как и всегда, сразу напишу код, а потом вам объясню, как это работает. Вы написали что-то типа «Привет, процент S», перевод строки, тебе уже процент D, год, да, потому что у нас 21. Потом ставим процент после этой строки, вот так написанный. И, соответственно, создаем, допустим, кортеж. Вот так вот, где перечисляем слева направо наши переменные, а именно name, затем age. А догадливые зрители уже понимают, что вместо процент S встанет переменная name, а вместо процент D встанет переменная age. Запускаем код и получаем сообщение. «Привет, Джесси, тебе уже 21 год». Все это работает. При этом по сравнению с той же конкатенацией, даже столь маленькое сообщение выглядит уже гораздо более приятно. И это на самом деле важно. Теперь, что касается того, зачем мы ставим вообще проценты, и зачем мы вот эти вот буквы ставим, то S, то D, это на самом деле не очень понятно. Если еще брать, допустим, то, что мы ставим процент после строки, это еще куда не шло понятно, и что потом идет создание кортежа, где перечисляются переменные слева направо, которые также будут заменены в сообщении, это еще понятно, то непонятно, что вот это за проценты. И сейчас я объясню. Когда вы ставите, соответственно, процент где-нибудь в строке, вы создаете так называемый placeholder. Placeholder — это такая строка, которая удерживает это вместо, и в будущем будет при обработке этой строки заменена на реальные данные. То есть в нашем случае у нас два placeholder, а именно процент S и процент D. Соответственно, placeholder процент S у нас заменится на переменную name, а placeholder процент D у нас заменится на переменную age. Теперь, что касается того, почему S, а почему здесь D, все очень просто. Когда вы пишете процент S, вот эта вот буква S маленькая, она обозначает строка, строку. То есть placeholder строки. Наверное, прям так и напишу. Placeholder строки. Когда вы ставите D, это placeholder числа. Все очень просто. Вы можете поставить процент F, и это будет placeholder дроби. То есть дробного числа. Float тип данных. Я думаю, вы и так об этом уже догадались. Соответственно говоря, здесь мы вставляем имя, а имя — это строка, поэтому мы ставим процент S. Дальше мы ставим возраст, а возраст у нас, как мы знаем, не может быть дробным, он у нас может быть только целочисленным. Поэтому мы ставим процент D. Таким образом, если вы попытаетесь вдруг в переменную H присвоить какую-нибудь строку, допустим, строку test, тогда мы получим ошибку с сообщением о том, что type error %d format a number is required, not string. То есть он говорит, здесь требуется число, а не строка. То есть как бы здесь автоматом идет еще проверка типа данных, которые присутствуют в этой переменной. Вот такая на самом деле классная штука. Так что когда запускаем, получаем все еще рабочий вариант. Вот таких на самом деле типов существует достаточно много, но S, D и F – это самые три популярные, которые существуют. Вы можете подробнее о них почитать в официальной документации Python. Также вы их сейчас видите на своих экранах. Я их сейчас показываю на табличке. А на этом все. Пройдем дальше к понятию того, как работает метод формат. С процентом, я думаю, уже определились. Синтаксис тоже достаточно понятный. И как я сказал, процент достаточно редко используется. Чаще всего для форматирования строк применяется метод формат. И как он работает? Во-первых, пишем print. Опять-таки, чтобы то, что мы сделаем, выводилось на экран, чтобы мы могли это проверить. Дальше вы создаете строку. И эта строка, так же, как и в случае с процентом, будет являться форматирующей строкой. Я здесь пишу «Привет». Но вместо процента ставлю фигурные скобки. Пока что пустые. Дальше перевод строки. Тебе уже фигурные скобки год. То есть 21 год. Дальше ставим точку и формат. То есть к строке применяем метод формат. Здесь передаем в качестве аргументов этого метода переменные слева направо. Name, age. Я думаю, многие зрители уже понимают, что вместо первых пустых фигурных скобок встанет имя, а вместо вторых пустых фигурных скобок у нас встанет возраст. Давайте проверим, так ли это. Запускаем программу, получаем результат. Все то же самое. «Привет, Джесси. Тебе уже 21 год». Однако возникает логичный вопрос, почему мы здесь ставим фигурные скобки, соответственно, а не использование процента. На самом деле здесь, как и в случае с процентом, можно указать тип данных, но это практически никогда не делается, и поэтому эту тему мы затрагивать не будем. Вместо этого мы затронем более интересные вариации и функционал именно метода формат, применяемого для форматирования строк. Первое, что хочется сказать, это то, что аргументы этой функции, собственно говоря, как и у всех других функций, имеют свои индексы. То есть первый аргумент у нас имеет индекс 0, а второй аргумент у нас имеет индекс age. Просто потому, что здесь идет перечисление через запятую, и это, как многие уже могли догадаться, работает практически точно так же, как и объявление кортежа. То есть, используя этот принцип, мы можем сделать что-то типа, смотрите, написать пустую фигурную скобку, поставить здесь 0, дальше 1, дальше 0, дальше применить формат, и здесь написать в первом аргументе абра, во втором аргументе кадр. Если запускаем код, получаем на вывод сообщения абра-кадабра. Я думаю, вы уже понимаете, как это работает, так как первый аргумент у нас имеет индекс 0, мы можем в фигурных скобках указать, какой индекс из аргументов сюда поставить. На первое место у нас встает значение, то есть аргумент под индексом 0, у нас это слово абра, а дальше мы ставим первый индекс, это у нас слово кад, и дальше опять нулевой индекс, это адабра, то есть абра, то есть у нас получается абра-кадабра, вот так вот. Можно еще, в принципе, здесь поставить хабр, а вторым аргументом а, и тогда, если это запустить, получится хабра-хабр, именно название достаточно популярного ресурса для программистов. Я думаю, понятно объяснил. Используя этот принцип, для нашей первой строки мы можем здесь уверенно поставить 0, а вот здесь 1, и тогда это все еще будет работать. Привет, Джесси, тебе уже 21 год. Если мы здесь вместо 1 поставим 0, тогда у нас будет Привет, Джесси, тебе уже Джесси год. А если вы здесь, допустим, 1, догадайте, что получится. Получится, соответственно, Привет, 21, тебе уже Джесси год. Вот так вот. То есть видите, в отличие от тех же процентов, здесь уже у нас появились какие-то дополнительные возможности. Но это на самом деле еще не все. Кроме того, что индексы, точнее аргументы у нас имеют индексы, они у нас еще могут быть именными. То есть вы можете сделать что-то типа, давайте переименуем наши переменные PersonName, а вот здесь PersonAge. Вот так пусть они у нас называются. И, соответственно, именные аргументы нам позволяют дать имя аргументу в методе или функции. То есть мы можем сказать name равняется PersonName, запятая age равняется PersonAge. То есть у нас первый аргумент будет под именем name, а второй аргумент этого метода формат будет под именем age. Соответственно, здесь мы можем сделать не привет 0, а привет name тебе уже age лет. То есть эти аргументы мы просто как бы связываем с их именами. Достаточно просто на самом деле. Привет, Джесси, тебе уже 21 год. Все еще работает. Причем очень круто. Итак, что еще хочется сказать? Это то, что у метода формат, кроме всего прочего, есть еще одна интересная возможность, которую я бы хотел вам продемонстрировать. Давайте создадим, допустим, слова Person, вот так вот, в котором будет две ячейки, соответственно, имя, Джесси и возраст 21. Дальше выведем это на экран. Скажем, вот в таком формате. Применяем метод формат. И здесь смотрите, что я вам хочу показать. Мы, конечно, можем сделать name равняется person name, а age равняется person age. Вот так мы можем сделать, если запустим, это будет работать. Но вместо этого мы можем просто указать, соответственно, аргумент. То есть person равняется person. Это, кстати, слева имя аргумента, а справа его значение. Так что здесь у нас могло было, допустим, перемены, они person называться, а human в этом случае будет person равняется human. И тогда мы можем в этих фигурных скобках получать доступ к индексам этого словаря, точно так же, как и в нашем коде Python. То есть мы пишем person, имя нашего аргумента, вот этого, а дальше прямо здесь в квадратных скобках пишем, соответственно, ячейку name. Здесь, соответственно, чтобы возраст, пишем person в квадратных скобках age. Вот так, всего лишь с одним словарем, который мы получаем, мы можем получать доступ к ячейкам этого словаря с помощью вот такой вот достаточно простой конструкции. Запускаем и получаем все тот же рабочий вариант. И на самом деле это не все, что касается метода формат. У него есть еще одна примечательная возможность, которую я тоже хотел бы вам показать. И заключается она в том, что вы можете формировать строки и использовать так называемое заполнение символами. Многие, наверное, уже видели где-нибудь в консольных приложениях, что где-нибудь таблица или что-нибудь такое выводится вот таким образом. Когда слева и справа все место заполняется либо звездочками, либо вот такими вот нижными пробелами, а в середине встает текст. При этом всем этот принцип работает так, что если само слово гораздо больше, допустим, Джонатан, как-нибудь вот так вот, тогда слева встанет всего три прочерка, и справа тоже всего три. Вот таким вот образом. Если же слово настолько большое, что уже некуда вмещать, тогда будет выглядеть вот так. Если же слово маленькое, меньше, чем количество нужных знакомец, тогда будет всего один вот этот символ вставляться. То есть, суть заключается в том, что есть какая-то входная строка, и программа пытается ее вместить в нужное количество знаков. То есть, допустим, вот здесь у нас 13 знаков, вот здесь написано 13 character selected, 13 знаков, соответственно, допустим, слово Jesse, программа будет стараться вместить в 13 знаков, но если это слово само меньше, чем 13 знаков, тогда она его поставит в центр, а слева и справа место заполнит каким-нибудь символом. Вот в этом случае нижними прочерками, а вот в этом звездочками. И вот это на самом деле можно сделать на автомате, и для этого может пригодиться метод формат. Каким образом? Значит, смотрите, допустим, создадим какую-нибудь строку, назовем ее inputstr, допустим, в ней пусть хранится просто имя Jesse. Дальше вводим все это дело на экран и применяем формат. Так, создаем строку, метод формат, здесь передаем всего лишь inputstr первым аргументом. Дальше вот здесь в самой форматирующей строке мы должны это указать следующим образом. Во-первых, фигурные скобки, как всегда. Дальше указываем либо индекс аргумента, либо его имя. Так как у нас имени аргумента нет, у нас он идет под индексом 0, я пишу просто 0. Если сейчас прям запустим, там просто Jesse выведется, допустим, hello можем написать. Сейчас покажу вам, чтобы вы лучше понимали. Hello фигурные скобки 0, он просто пишет hello Jesse. То есть вместо этого он вставляет вот эту переменную, а в этой перемене у нас хранится строка Jesse. Кстати, не обязательно делать это переменными, можно и напрямую вот так вот сделать, я думаю, вы это и так понимаете. Но будем делать через переменную, потому что так удобнее, в принципе, показывать. Итак, соответственно говоря, это все убираем, оставляем только вот это, нулевой аргумент. Дальше, смотрите, внимательно ставим двоеточие внутри этих фигурных скобок. И сейчас вы должны по очереди слева направо указать ровно три аргумента, скажем так, этим фигурным скобкам. Первый аргумент это символ-заполнитель. То есть, собственно говоря, как я показывал там в примерах, либо справа-слева будет заполняться звездочками, либо нижним прочерком, либо там пробелом или чем-нибудь таким, чем вы хотите, абсолютно любым одним символом. Допустим, давайте звездочками ставим звезду. Дальше вы должны указать, скажем так, направление заполнения. Заполнение может быть, соответственно, либо левым, когда сначала идет имя, а правое место заполняется, символами заполнительными. Допустим, если в 10 мы символов пытаемся вместить. Есть правое заполнение, когда слово встает справа, а все слева место заполняется символом-заполнителем. И есть последний метод, который называется центрированное заполнение, когда все заполняется вот так. То есть, вот это три метода. И для того, чтобы указать первый метод заполнения, то есть, когда все слева стоит само слово, а заполнитель и справа, нужно написать знак меньше. Для правого знак больше, а для центрированного заполнения просто птичку. Вот так вот. Так что, если я хочу слово Джесси вместить в центр, я поставлю птичку. И последний аргумент, который нужно указать для этой техники, это количество знакомест, в которых нужно вместить эту строку. Давайте, допустим, 15 сделаем, или 13, допустим. То есть, в 13, хотя вот здесь у нас в примерах там всего по 10. Ну, окей, давайте по 10 пусть будет. Все, такая конструкция сообщит питону о том, что вот эту вот строку, input str, в которой у нас хранится строка Джесси, нужно вывести и вписать ровно в 10 знакомест, при этом центрировать символом звездочка. То есть, он слева допишет две звезды и, по-моему, справа две звезды. Сейчас посмотрим. Нет, 9 символов. Если символов меньше, он ровно не может это распорезлить, тогда он начинает направо это сувать. То есть, вот так он это сделает. По идее, из вот этого кода у нас должна получиться вот такая строка. Давайте запустим и проверим. Ну да, как видите, ее получаем Джесси. Если бы мы вмещали, допустим, в 11 знака мест, тогда бы это все, в принципе, более ровнее смотрелось. Теперь давайте попытаемся изменить знак уравнителя, знак направления с центра на, допустим, левое заполнение. Ставим знак меньше. Тогда это слово должно встать налево и, да, правое место заполнилось символом заполнителя. Давайте попробуем направо убрать. Вот так это будет выглядеть. Ну вот, все работает. Или давайте, допустим, увеличим количество знака мест, допустим, на 15. В этом случае вуаля, все работает. Вернем в центр. Так, запускаем. Ну вот, все работает. Он в центре это все поставил. Вот такая, на самом деле, очень классная штука. Более того, что еще хочется показать, давайте заменим символ заполнителя. Заменим его на пробел, допустим. Запускаем, все, все центрировано. Заменим его на символ нижнего прочерка. Пожалуйста, все работает. При этом, хочется отмечить, что если вы вообще не указываете символ заполнения, он автоматом ставится как пробел. Вот такая вот классная штука. И последнее, что в этом уроке я бы хотел вам показать, интересную такую хитрость, касающуюся того, что, допустим, у вас знака места 10. Вот, тогда вы увидите, получается так, что слева он ставит две звезды, а справа три звезды. И вы заметили, наверное, что это не очень ровно, не очень красиво смотрится, а хочется все-таки сделать так, чтобы количество символов заполнителей с обеих сторон было ровным. Как это можно сделать? Это может стать для вас хорошим домашним заданием, хорошим, поэтому, если вы хотите это решить самостоятельно, просто выключайте видео прямо сейчас, идите, решайте. Если у вас не получится это решить, тогда возвращайтесь, потому что прямо сейчас я покажу вам, как вы это можете сделать. То есть, суть моей речи заключается в том, что, исполняя вот этот код, мы получаем вот такую строку. И заметьте, что справа у нас три звезды, а слева две. А мне хочется сделать так, чтобы программа умела распознавать этот фактор, того, что слева там и правая, слева и правые заполнители неровные, и это ровняло. То есть, в итоге сделала бы не два слева и три справа, а сделала три слева, дальше строку и три справа. То есть, вот так вот. Увеличила количество знакоместными словами. Окей, если хотите, можете решить эту задачу самостоятельно. Как я сказал, вырубайте видео прямо сейчас или ставьте на паузу, пытайтесь решить задачу. Если у вас ничего не получается, тогда смотрите, как это можно сделать. Итак, начинаю. Самый легкий путь для реализации этой задачи, соответственно, создать переменную length, в которой мы будем хранять количество знакомест. Десять. Также мы должны формировать строку форматирования с использованием этой переменной. То есть, вот здесь вместо десяти мы должны, грубо говоря, сконкатенировать эту вот, соответственно, переменную. При этом всем, если мы сейчас запустим, мы получим ошибку, просто потому, что когда вы к строке применяете метод и эту строку там как-то разбиваете, как в нашем случае идет конкатенация, тогда это работать не будет. И в этом случае, чтобы это работало, нужно строку, которую вы разбиваете и к которой применяете метод, если хотите, чтобы этот метод применился, как в нашем случае метод формат, тогда эту строку нужно взять в круглые скобки. Вот таким вот образом. Все. То есть, если вы строку не конкатенируете, как у нас бы это было до этого, тогда можно не брать строку в круглые скобки, а если вы ее где-нибудь вот так вот разделяете для конкатенации, тогда нужно ее брать вот так вот в круглые скобки и уже к этим круглым скобкам применять нужные методы, функции или чего-нибудь такое. В принципе, это будет работать очень даже хорошо. Оно, как видите, вот работает. То есть я вот здесь могу теперь заменить знака места, и это все будет работать. Однако, я как говорил, это должно быть на автомате, не вручную. Так что вернем цифру 10. И как это можно реализовать? Первое, что приходит в голову, это получить, соответственно, количество символов в строке. Вот здесь, то есть слово Jesse, имя, это 5 символов. Вот поделить, допустим, количество знака мест на количество символов в этой строке, то есть поделить 10 на Jesse, соответственно, и дальше узнать, есть ли остаток от этого деления или нет. Если остаток есть, тогда мы можем добавить еще одно знака места. Если остатка нет, тогда не надо добавлять. Вот такая у меня идея, на самом деле. Так что давайте ее реализуем. Пишем if len, так поставлю вот так, if len, input str, количество символов функции len, возвращает деление по модулю на 2. Вот это условие исполнится только в том случае, если при делении по модулю есть остаток. Тогда мы делаем следующее. len, переменная, плюс, равно 1. Добавляем всего лишь одно знака места. Если запускаем, пожалуйста, наша программа работает. Что она сделала? Во-первых, следует сказать, что... Выведем, давайте, знака места. Длина строки плюс str len input str. Вот, смотрите. Длина строки 5. То есть функция len, примененная к строке input str, нам возвращает число 5. Дальше это число 5 делится по модулю на количество знака мест. У нас это length. Давайте посмотрим результат деления. Результат деления по модулю. Я делю на 2, чтобы проверить, четное или нечетное количество. То есть вот так берем. Это все вот сюда вот просто вставляем. Вот так. Запускаем. Результат деления по модулю 1. Это значит, что у нас в остатке есть какое-то число. А если у нас есть в остатке какое-то число, это говорит о том, что у нас символы заполнения распределятся неровно. Поэтому мы просто количество знака мест увеличиваем на 1. Поэтому у нас они становятся уже не 10, а 11. То есть вот так становится автоматом. И в этом случае все это становится уже ровно. То есть справа у нас 3 символа заполнителя и слева тоже 3 символа заполнителя. Вот такая достаточно простая техника, которая может вам помочь. Если бы вот там ставили, допустим, 30, тогда это все тоже, в принципе, адекватно заполнялось бы. А на этом, пожалуй, все. Я рассказал вам все, что хотел по поводу форматирования строк в языке программирования Python. Конечно, это далеко не все, и Python умеет более детально, более, скажем так, разветвленно форматировать строки. Однако я вам сегодня рассказал самые популярные и известные методы для форматирования, самые применяемые. Те, что остались, вы можете уже сами, конечно, посмотреть в документации. Однако они применяются слишком редко, чтобы освещать эту тему в нашем уроке. О следующем уроке мы с вами поговорим на тему разных функций для работы с числами и строками. А на этом все. Вы смотрели канал Хауди Хо, ставьте лайки, рассказывайте об этом видео друзьям и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok